Друзья, доброго всем времени суток! Добро пожаловать в очередное видео, которое выходит после некоторого перерыва. Сегодня мы будем разговаривать о одном интересном механизме, который является причиной ухудшения людских отношений и даже их разрыва. Вот я постараюсь описать такой механизм, я дам вам некоторые примеры этого механизма в работе и возможно это позволит вам рассмотреть какие-то отношения, существующие в вашей жизни с другими людьми и вот именно проэкзаменовать их на предмет подверженности такому механизму. И понятное дело, если такие отношения подвержены или вы склонны включать такой механизм в себе, вы можете это подкорректировать, таким образом улучшив эти отношения и улучшив свою жизнь. Вот до того, как мы начнем, хочу напомнить, что вы всегда можете помочь нашему каналу, нашему проекту, если чувствуете, что он приносит вам пользу и помогает в вашей жизни. У вас есть возможность отблагодарить через Яндекс.Деньги или через PayPal. Вот все координаты и все описания находятся в описании этого видео. То есть там также вы можете найти и социальные сети, связаться со мной или вступить в наше сообщество ВКонтакте. Вот так что сейчас поехали про сам механизм. Значит, некоторое время назад я заметил, что существует механизм, который ухудшает отношения людей. Как он работает? Он работает примерно следующим образом. То есть лучше всего его, наверное, можно описать, используя какой-то пример. Например, вы общаетесь с кем-то в чате. Вот именно в чате, в текстовом, то есть где отсутствует какая-то звуковая составляющая, отсутствует именно визуальная компонента. То есть, по-русски говоря, убрана вся невербальная составляющая наших людских отношений. То есть когда мы общаемся с человеком вживую, понятное дело, что очень маленький процент общения, именно информации и сути того, что мы пытаемся сказать, передается через сами слова, то есть через сам смысл слов. А огромное количество информации передается через то, как мы говорим что-то. Допустим, если мы, допустим, говорим человеку, что мы его любим, да, это можно сказать просто словами. То есть слова там «я люблю тебя», они значат примерно одинаковые. То есть если это прочитать в чате, да, то у вас, в принципе, все, что вам остается, это только интерпретировать эти слова самому каким-то образом. Да, то есть кроме этих слов, кроме вот абсолютно обрезанной информации, да, до минимума, вам ничего не пришло. Но если вам человек говорит «я люблю тебя», допустим, в личном общении, вы считываете также, допустим, интонацию, с которой он это говорил, скорость, с которой он это произнес. Сделал ли он там ударение или паузу на каком-то слове. Может, человек где-то замедлился, может, он сказал это таким образом, что, допустим, «я люблю тебя». То есть он был не уверен, хотел ли он это сказать. То есть это все мы считываем, да, там также считывается цвет кожи, то есть чистота дыхания. То есть все-все-все вот это невербальное, помогающее нам, в принципе, определить эмоциональный заряд, который человек вкладывает в это сообщение. Да, почему это помогает? Потому что наши эмоции, в принципе, во многом определяются нашей биохимией и гормонами, да, и эта биохимия и гормоны как раз влияют на все эти вещи. То есть если человек волнуется, у него будет учащенное дыхание. Мы это легко можем подсознательно считывать. Если человек, наоборот, очень спокоен, то он будет, в принципе, сидеть расслаблен, как удав, у него будет очень глубокое и низкочастотное дыхание. Да, то есть все эти вещи люди могут считывать. Если, допустим, человек, не знаю, как-то радуется чему-то, у него могут быть такие определенные искры в глазах. То есть все-все-все это мы считываем. Вот, и именно проблема происходит, когда обрубается вот эта невербальная компонента. То есть когда обрубается невербальная компонента, мы получаем только, как говорится, контент, да. И с этим контентом, этого контента, этот контент не сопровождает никакая сопутствующая информация, которая помогает нам понять, как этот контент стоит рассматривать. То есть если вам что-то сказано в чате, то все, что вы тогда можете делать, это просто как-то эти слова интерпретировать у себя в голове. Вот, и именно здесь кроется огромная проблема, да, которую многие люди, в принципе, даже не понимают, не осознают, и они, в принципе, даже не думают никогда в этом направлении. Вот, именно поэтому я посчитал это очень важным сделать такое видео. То есть, в принципе, это может помочь большому количеству людей. То есть, получив такое сообщение, что делает обычный человек? Давайте предположим, что пришло сообщение, которое может быть рассмотрено двусмысленно. Да, то есть один вариант это такой довольно нейтральный, и второй вариант такой довольно отрицательный, да. Допустим, человек что-то получил, и информация обрезана, и он может это интерпретировать неправильно. Да, то есть интерпретирует он неправильно. И, допустим, еще предположим, что человек, который послал это сообщение по той или иной причине, это сделал, то есть послав, он какое-то время после этого отсутствовал из общения, допустим, несколько часов или пару дней. Да, в принципе, мы можем легко предположить, это легко представляемая ситуация, когда общение в чате происходит именно таким образом. То есть, один человек что-то, как говорится, кинет, оставит какие-то сообщения, а потом не появляется по той или иной причине, или по причине занятости, или куда-то уехал, телефон не работает. Вот, а второй человек вынужден жить вот именно с таким сообщением, которое было полностью обрезано вот от этой всей невербалики. И в итоге, вот этот первый человек, если, не дай бог, он решил так, что это сообщение было послано именно вот в этом негативном ключе, то, в принципе, он будет жить вот с этой эмоцией очень долгое время. И это очень долгое время он будет себя накручивать, да, какой человек нехороший, почему он меня так послал, почему он так сказал, и вообще, как так может быть, почему я это заслуживаю. То есть, все вот эти вещи, они будут, в принципе, происходить в его голове. Вот, и в этом как раз и кроется ужас вот этого механизма. То есть, первый человек, пославший это сообщение, он, в принципе, даже не подозревал, что это сообщение можно рассмотреть так, как его рассматривает вот именно адресант, да, получивший это сообщение. Вот, и тут, понимаем, понятное дело, мы имеем на руках классический случай вот именно недопонимания как бы при коммуникациях. То есть, послано что-то с двояким смыслом, при этом это что-то, как бы, то есть, человек, который посылает это, он посылает это в нейтральном ключе или даже, может, в положительном, а тот, который принимает это, он принимает это в негативном ключе. Вот, и чем меньше сопутствующие невербалики вот в этих отношениях, тем больше будет склонность вот этой, как по-английски называется, misinterpretation, то есть, неправильно понять, да, когда ты что-то принимаешь совсем не в том ключе, в котором оно было послано. Вот, то есть, пример, и чем, чем хороший пример с чатом, это как раз такой злободневный пример из нашей текущей жизни. То есть, мы все сейчас общаемся очень много через чаты, через какие-то личные сообщения, через, не знаю, там, различные приложения, и именно такие механизмы задействованы там. Даже вот из моего опыта, то есть, в принципе, то, что я вам рассказываю про чат, это я все понял из своего опыта. У меня были несколько случаев, когда я, в принципе, ну, довольно серьезно ругался с людьми, именно из-за того, что мы просто друг друга не понимали, не понимали, в каком ключе пересылались эти сообщения. То есть, я оставлял что-то человеку, которое для меня было, ну, совершенно нейтральным, то есть, я просто сказал фразу как ответ, человек это абсолютно неправильно понимал, то есть, жил, во-первых, он жил со своими мыслями, читал это сообщение, его тогдашняя эмоциональная картина, она служила как таким фильтром, под которым он уже смотрел на это сообщение. Потом это сообщение опять вызывало еще какие-то эмоции, в общем, и это все разворачивалось вот в таким, таким вот методом и, в принципе, вело к таким негативным последствиям для самих отношений. Вот, также из моего опыта, если, допустим, брать общение через приложения, которые имеют звуковые сообщения, то есть, принцип такой же, как звуковой чат, то есть, нажимаешь кнопку, оставляешь сообщение, и, как бы, оно отправляется, да, там какой-то минутной или, там, 30 секундной длины, вот, и другой человек может сделать то же самое. Там намного меньше шансов, что это произойдет, потому что уже, как вы понимаете, добавлено огромное количество вот этой вербальной составляющей, то есть, мы слышим интонацию голоса, мы слышим то, как человек говорит, мы слышим, как он это сообщение записывал, вообще, какие эмоции он в эти слова вкладывал, и там есть намного меньше шансов неправильно понять что-то. Но, тем не менее, такие шансы все равно существуют, потому что, как вы можете догадаться, вот эта зрительная компонента, которая является просто, если, если брать вот поток информации, который заходит в наше тело, я бы, наверное, предположил, что вот зрительный поток, он есть самый, самый большой, является самым большим. То есть, обрезая самый большой поток, мы все равно обрезаем очень такую существенную компоненту, без которой нам, в принципе, уже трудно, трудно именно налаживать связь с другими людьми. То есть, мы чувствуем, что мы немного, извиняюсь за выражение, как слепые котята, да, без вот этой зрительной составляющей. Так что, я просто хотел поделиться с вами этим, и вообще, ну, хотел бы пригласить вас задуматься и посмотреть, проэкзаменовать свои жизни, вообще свое общение, особенно то, которое происходит вот через такие инструменты, как Skype, не знаю, там что, Viber, WhatsApp, ВКонтакте, да, личные сообщения и так далее, и так далее. И вообще, приглашаю вас стать, быть более осознанными в те моменты, когда вы общаетесь с другими людьми вот через такие устройства и через такие вообще механизмы. То есть, быть более терпимыми именно в попытках понять, что человек имел в виду, то есть, не реагировать каким-то образом, не выплескивать какие-то эмоции, а именно посмотреть, то ли человек имел в виду или нет, или есть еще какие-то варианты. И если вы не видите эти варианты, то нужно просто у человека спрашивать, да, что он имел в виду и как вообще правильно его сообщения понимать. То есть, до того, как вы дадите этим эмоциям взять контроль над вашим состоянием, вам нужно просто сделать определенные шаги вот именно в этом направлении, чтобы не допустить таких неприятных ситуаций. Вот. Так что это был механизм, который, по моему мнению, особенно в современном обществе, вызывает огромное-огромное количество недопониманий, огромное количество вот именно ухудшений, отношений, да, и является причиной таких событий. Так что, друзья, всем спасибо, живите осознанно, вот, пишите в комментариях, есть ли у вас такие случаи вообще, что вы об этом думаете. Вот. Всем спасибо, до скорых встреч. И, как обычно, в описании этого видео все социальные сети, возможность помочь проекту и вообще оставаться на связи. Всем спасибо, до скорых встреч.